Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Демина. Мои коллеги познакомят вас с главными событиями из жизни родного города. И сразу к новостям. Установку общедомовых приборов учета обсудили горожане с представителями власти. Инициаторами встречи выступили представители Зареченского отделения КПРФ. Горожане просили разъяснить реальную необходимость установки приборов учета и, собственно, подробно рассказать об этой процедуре. И зареченцы услышали ответы на свои вопросы. Подробности у Алины Филипповой. Установка общедомовых приборов учета стала главной темой встречи, которая прошла 12 мая. Поводом послужило официальное письмо, направленное представителями КПРФ в администрацию города. Приглашенные юристы, специалисты подрядной организации, энергосберегающие компании, чиновники разъясняли жителям все аспекты проблемы. В частности, представители юридической службы пояснили, что согласно федеральному закону номер 261, установить общедомовые приборы учета самостоятельно жители могли до 2012 года. Сейчас же счетчики устанавливают без согласования с жильцами. Таков закон. В нем же прописано и введение дополнительной платы для жильцов тех домов, в которых приборов учета не будет. Предусмотрено применение с 1 января 2015 года повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг, в том случае, если прибор учета в доме отсутствует. Эти повышающие коэффициенты на конец 2016 года должны достигнуть цифры 1,5. То есть к концу 2016 года переплата по повышающему коэффициенту в случае отсутствия прибора будет составлять более 60%. Окупаемость счетчиков, по мнению специалистов, составляет 3-4 года. Подтверждение тому данные за 2013 год по оплате воды в трех домах, где уже установлены общедомовые счетчики. По зеленой 3 экономия за 2013 год составила 147 тысяч рублей, по улице Комсомольская 5. За 2013 год экономия составила 93 тысячи рублей, по Комсомольской 7 100 тысяч рублей. Присутствовавший на встрече директора подрядной организации Артем Шкодин пояснил, что стоимость устанавливаемых в заречном приборов учета соответствует почти минимальному порогу предложений на рынке. Мы провели анализ оснащенности приборами учета объекта Пиевской области и пришли к выводу, что 70% это приборы и оборудование производства ЗАО «Теплоком» в городе Санкт-Петербург. На сегодняшний день этот тип приборов является наиболее надежным и извещенным от несанкционированного доступа. Также это подтверждает тот факт, что на объектах, где были установлены 4 года назад эти приборы нашей организации, не было ни одного выхода из строя. После разъяснений специалистов докладчики еще около часа отвечали на вопросы из зала. В итоге участники встречи пришли к общему знаменателю. Установка счетчиков необходима. Важно только объединить усилия власти и общества в работе по контролю за процессом. Со стороны администрации контроля, только контроля. От нашей работы пока толка нет. Топчемся на месте, к сожалению. Хотя администрация начинает проявлять внимание к этой проблеме и начинает что-то делать. Хотя бы то, что начинает с людьми разговаривать. Сейчас понимает, что надо работать. Ну дай Бог, чтобы получилось. Мы не против работать вместе. Было рассказано очень много. То, чего люди просто не знали. И поэтому иногда ворчали. А сейчас, я думаю, что произошло у многих полное прояснение сложившейся ситуации. И к концу года мы все вместе должны с вами, я думаю, что убедились в этом все, поставить прибор в учет. Это закон федеральный, закон, который мы все обязаны выполнить. Алина Филипова, Багжес Гриневичаев, телерадиокомпания «Заречный». Обсудить и другие городские проблемы с чиновниками, а главное, пообщаться в прямом телевизионном эфире с мэром «Заречного» горожане смогут уже завтра. В среду, сразу после новостей, состоится очередной диалог с городом. Какой будет эта прямая линия с мэром города в следующем сюжете. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вновь в прямом эфире телерадиокомпании «Заречный диалог с городом». И у нас в студии глава администрации города «Заречного» Вячеслав Владимирович Гладков. На прямой линии с городом один из самых популярных и ожидаемых телепроектов снова в эфире. В эту среду вечером мэр «Заречного» Вячеслав Гладков будет общаться с горожанами из нашей студии. В нашей прямой линии будет одна особенность. Мы постараемся вместе масштабно посмотреть на развитие города за последние пять лет и немножко заглянуть в будущее, что ждет город «Заречный». Обновленный формат и новый ведущий. Его место займет заместитель генерального директора телерадиокомпании «Заречный» Егор Гурин. Я в этой ситуации новичок, потому что мэр уже не первую линию свою проводит. У меня эта линия с мэром первая. Естественно, волнуюсь, потому что ответственность большая. И к этому готовимся тоже долго, уже давно. Готовится вся телерадиокомпания. Режиссер, теле, звукооператоры, редакторы, корреспонденты, техники. Несколько десятков человек будут осуществлять связь студии с зареченцами. В этот раз отвечать на частные вопросы горожан будут заместители главы администрации и руководители ключевых организаций «Заречного», курирующие жилищно-коммунальную и социальную сферы. Я вот живу на Азерской. Ну вот транспорт хоть редко. Раз в 40 минут – это все-таки очень редко. То есть автобусы? Можно было бы почаще. По поводу счетчиков, может быть? Что вас волнует по счетчикам? Ну вот сейчас меняют их, переосвидетельствования делают. Как это вообще нужно, не нужно? И сколько стоит? И сколько стоит, да. Эти и другие темы с гостями дополнительной телевизионной площадки горожане смогут обсудить в режиме онлайн. Предварительные вопросы уже можно задавать на сайте телерадиокомпании. В день эфира будет работать еще и СМС-сервис. Абонентам сотовых операторов «Билайн», «Мегафон» и «МТС» нужно будет прислать сообщение со словом «вопрос» и текстом обращения через пробел на короткий номер 4647. Будет работать и телефон горячей линии 601261. Я очень благодарен телерадиокомпании, что вы проводите прямые эфиры, потому что пока не почувствуешь вот эту энергию, зачастую не можешь оценить тот уровень проблем, который есть. Что называется, позволяет держать руку на пульсе. На прямой связи со всем городом мэр и его заместители будут всего час. Ответить на все вопросы за это время невозможно. Но ни одно обращение не останется без внимания. Так или иначе, ответ получит каждый, обратившийся в студию. Не пропустите в среду в 20 часов на телеканале «Заречный» диалог с городом. Прямая линия с Вячеславом Гладковым. Наше время истекло практически. Спасибо вам за активность, уважаемые заречницы. Еще раз говорю, вы обязательно получите ответы на все свои вопросы. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Светлана Демина, Багжи из Гриневичаев, телерадиокомпания «Заречный». По информации Пензенского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на этой неделе местами по области и в Пензе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем 25-30 градусов выше нуля. Пожарные призывают граждан быть предельно внимательными и осторожными, особенно при обращении с огнем. За майские праздники сгорели 9 домиков на садовых участках Пензенской области. О том, как не допустить беды, мы побеседуем с нашим гостем. В студию придет Антон Питаев, старший дознаватель отдела Государственного пожарного надзора. Это будет после информационного блока, а пока к другим событиям. В канун Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, в Заречной пришла приятная новость. Многодетная семья Гриценко заняла второе место в финале областного конкурса «Успешная семья-2014». Вместе с победителями семьей Митиных из Пензы зареченцы будут представлять Сурский край уже на окружном этапе конкурса. По результатам отборочных этапов в областном финале участвовали 12 семей из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменского, Никольского, Зимеченского, Макшанского и Нижнеломовского районов. Гриценко выступали многочисленной командой – мама, папа и трое ребятишек. Читали стихи, пели песни, рассказывали об увлечениях и истории рода. А когда пришло время показывать визитную карточку, на сцену вышло более 30 человек – бабушки, дедушки, дяди и тети, друзья и коллеги. Все приехали поддержать зареченцев. Такое выступление не оставило равнодушным ни жюри, ни зрителей. Поэтому Гриценко вместе с победителями регионального этапа будут представлять Пензенскую область во втором окружном фестивале-конкурсе «Успешная семья при Волжье-2014», который пройдет с 31 мая по 1 июня в городе Кирове. И к другим темам. Зареченцы могут принять участие в судьбе тех, кто нуждается в помощи. В городе не первый месяц действует программа «Дар во благо» фонда поддержки городских инициатив. И она уже приносит свои плоды. Двое зареченских малышей прошли курсы лечения за счет добровольных пожертвований. Еще один мальчик сейчас находится на реабилитации в Китае. Но в помощи нуждаются еще много мальчишек и девчонок. И это наше общее зареченское дело – оказать им эту помощь. Молодец. Соединяй. Видишь, как здорово у нас получается. Дальше давай искать. Это сейчас маленький Саша Голин собирает несложные пазлы, играет в конструктор, различает животных и растения. Воспитатель детской группы комплексного центра обслуживания населения Елена Шепелева, которой три раза в неделю приходит мальчик, говорит, что это большой прогресс. Ведь четыре года назад, когда Саша попал к ней впервые, ему было сложно даже усидеть на стуле. Саша у нас уже посещает даже театр юного зрителя. Сейчас они уже даже целый спектакль вести живут. То есть здесь, как мы говорим, положительная динамика все равно есть. Мишка, да. Видите, у нас животных он уже начал узнавать. Мишка пока это у нас как бы самое любимое. Конечно, Саше очень помогают такие занятия, рассказывает Елена Владимировна. Здесь он не только развивается, но и общается со сверстниками в группе. Однако без специализированной медицинской помощи прогресс и в лечении добиться было невозможно. Два года назад мама отвезла Сашу в Центр патологии речи и нейрореабилитации в Йошкарлу. Именно после шести восстановительных курсов у мальчика стали наблюдаться явные улучшения. В шестой раз на лечение мальчик поехал с помощью неравнодушных зареченцев. Деньги собрали по благотворительной программе «Дар во благо» в фонде поддержки городских инициатив. Сегодня мама с нетерпением ждет от сына первое слово. Фонду всего три месяца, практически чуть больше трех месяцев. И нам очень радостно, что к нам приходят люди и помогают. И мы хотели бы действительно, чтобы приходили как можно больше людей, как физические лица, как юридические лица. Возможно, предлагали свои программы. У нас есть варианты сотрудничества с различными организациями. Саше и еще четверым зареченским малышам помогли средства, собранные в ходе первого в нашем городе благотворительного спектакля «Бременские музыканты» пилотного проекта Фонда поддержки городских инициатив. После этого зареченцы все чаще стали обращаться в фонд за помощью. Однако благотворительная программа «Дарва благо» на сегодняшний день не способна обеспечить необходимыми денежными средствами всех нуждающихся. Если бы фонд был наполнен, тогда мы могли бы сразу оказать эту помощь. Но пока мы, когда ребенок обращается, мы только начинаем сбор средств. И не всегда это может быть достаточно. Помочь детям выздороветь может каждый из нас. Для этого достаточно перечислить любую посильную сумму на расчетный счет Фонда поддержки городских инициатив. Все реквизиты на сайте www.darvoblago.com И пусть вас не смущает небольшой размер вашего вклада. Возможно, именно столько сейчас необходимо ребенку для того, чтобы сделать такой долгожданный шаг на пути к выздоровлению. Ирина Герасимова, Сергей Тюрин, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Признаться в любви родному Заречному и получить приз. В канун Дня города телерадиокомпания «Заречный» объявляет новый интернет-конкурс. Признания в любви могут быть в форме эссе, стихотворения, рассказа или поэмы. Форма значения не имеет. Главное – смысл. Работы нужно присылать на электронный адрес news.dfiz.trkz.ru. Победитель конкурса получит велосипед. Авторы самого искреннего и красивого признания в любви определят посетители портала «Город Зет». Отдать свой голос могут только зарегистрированные пользователи во избежание автоматических накруток. Никаких ограничений нет. Единственное только, что от одного участника принимается не более одной работы. Но эта работа может включать в себя и фотографию, и стихотворение, и может быть фотографии с рассказом, и фотографии с поздравлением. В общем, мы не ограничиваем людей в этом плане. И к другим темам. Зареченцы активно благоустраивают территорию возле собственных домов. В городе появляется все больше и больше новых клумб и самодельных малых форм. Все это – плод стараний участников конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор-2014». Зареченцы своими силами создают городскую сказку. Новая в материале Алины Филипповой. Это все петуни, да. Это все петуни, которые свести будут долго. А это? Вот это вот. Грязи не будут. Ну, это понятно, что это травка просто такая декоративная. О том, чем и как будут украшать газон во дворе, жители дома номер 16 по улице Озерской готовы рассказывать долго и увлеченно. Но с еще большим энтузиазмом они берутся за лопаты, грабли и воплощают свои идеи в жизнь. Первой еще 12 лет назад приводить газон в порядок взялась Нина Чушкина. Ее жители дома ласково называют тетя Нина. Именно к ней и пришли за помощью, когда дружно решили поучаствовать в муниципальном конкурсе «Мой дом, мой двор-2014». Я, наоборот, всем говорила, давайте организуем все, как хорошо будет, красиво сидеть вечером. Все приходят вечером к нашей лавочке. Здесь красиво, мы поливаем здесь все. Воздух чистый, хорошо. Украшать свой двор, кстати, взрослым в одиночку не приходится. Им вовсю помогают малыши. Я всегда, когда приезжаю сюда по выходным, я всегда помогаю бабушке здесь поливать и сажать. Сегодня мы вместе со своим другом Глебом выдергивали сорняков. Жители рассказывают, что рассаду и весь инвентарь купили в складчину. Ухаживать за клумбами и газоном будут по очереди. Кто когда сможет. Но готовить почву и высаживать растения договорились вместе. Пытаюсь бороться с одуванчиками, потому что одуванчики, они, конечно, очень хорошие, когда на них смотришь, они дают настроение, особенно весной. Но это такой очень вредный сорняк, который, исходя из нашего дизайнерского замысла по нашим газонам, он несовместим. За красоту ландшафта жители боролись с шутками, песнями, анекдотами и хорошим настроением. Многие таким образом познакомились и сдружились со своими соседями. Очень долго боролись за полномочия старшего. Никто не хотел быть. Никто не хотел давать указания. Кончилось с тем, что как у муравьев коллективный труд и коллективный разум. Как видите, получилось два подъезда, даже три подъезда с удовольствием работают. И никто никого не заставлял. Причем сейчас прозвучало, что за деньги бы так не работали. А вот когда вот так просто по наитию души, то получается хорошо. В результате проделанной работой зареченцы остались довольны. Газоны перед подъездом на Озерской 16 в прямом смысле слова расцвели. Так что на празднике двора, который состоится здесь через неделю, жителям будет чем похвастаться перед соседями. Алина Филипова, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Россия празднует День Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова, вошли первые корабли. Этот день принято считать днем образования Черноморского флота ВМФ России. В 2014 году после возвращения Крыма и главной базы отечественного флота на Черном море, города-героя Севастополя, в состав России, этот день стал особым праздником. Наш корреспондент Ирина Герасимова убедилась в этом, встретившись накануне Дня Черноморского флота с зареченцем, служившим на гвардейском крейсере «Москва». Семь лет назад зареченцу Алексею Ермошину выпала честь служить на флагмане Черноморского флота, гвардейском ракетном крейсере «Москва». О том, чтобы проходить военную службу на легендарном корабле, молодой человек даже и не мечтал. Алексей рассказывает, что все решил случай. Я, когда служил в учебке, в Выборге, приходил человек, который собирал людей с заречного на Балтийский флот. Корабль, сейчас процент, заступил на вахту, и то есть получилось так, что меня не нашли там. И получилось так, что попал на Черноморский флот. На корабле первого ранга Алексей Ермошин прослужил полтора года. Судно боевое, поэтому в порту подолгу не стояли. Постоянные выходы в море, учения, боевые тревоги. В составе экипажа Москвы заречниц обошел полмира. Гуляли в Колизее, гуляли в Риме. То есть по три дня мы в каждом порту гуляли. В Лиссабоне, в Тулоне во Франции, в Португалии, в Италии. То есть где-то в гнебе. То есть и в Абхазии поучаствовали чуть-чуть. У абхазских берегов экипаж ракетного крейсера «Москва» выполнял миротворческие задачи в период конфликта. Тогда присутствие на рейде российского корабля помогло избежать серьезной военной эскалации в регионе. А еще были сильные шторма, морская болезнь, тяжелые вахты, долгая разлука с землей. Но не это запомнилось матросу больше всего. Любые трудности службы на боевом крейсере, говорит Алексей, сразу же забываются, когда моряки-черноморцы вступают на землю Порта приписки. Когда ты по форме идешь по Севастополю, например, то есть подбегают руки, жмут, это вообще, то есть гордость такая вообще невозможна, прям представить, даже слова мне описать. Алексей мечтал остаться на службу по контракту, но в планы молодого человека внесла коррективы «Любовь». В родном Заречном его ждала та самая, одна, единственная. Вот и остался Алексей на суше. Но с тех пор не прошло ни дня, чтобы море не напоминало о себе романтической тоской. Очень ценит, вообще очень, я не знаю, море – это все. Сегодня за судьбой крейсера Алексей внимательно следит по материалам средств массовой информации. Говорит, что связь со служивцами в последние годы оборвалась. День Черноморского флота отмечают в тесном семейном кругу. Однако не оставляет надежды снова увидеть корабль и уже вместе с близкими вспомнить полтора года службы на флагмане Черноморского флота в гвардейском ракетном крейсере «Москва». Наверное, в следующем году может получиться все-таки съездить в Севастополь, поглядеть хоть на корабль, в Севастополь погулять. Мечте Алексея наверняка суждено сбыться. Тем более теперь, когда Севастополь вновь стал российским городом, городом славы русских моряков, таких, как гвардии старший матрос Алексей Ермошин. Ирина Герасимова, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. В преддверии празднования Дня города в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной» стартует открытый Кубок «Заречного» по баскетболу. В трехдневном турнире принимают участие шесть команд пензенской любительской баскетбольной лиги – «Биокор», «Хэт» и «Флайтим». Из областного центра – зареченские сборные «Олстарс» и «Энергия», а также сборная города «Кузнецка». Первые игры состоятся 16 мая в «Фоке-Лесной». На площадку выйдут команды «Пензы» и «Заречного». Официальное открытие турнира состоится 17 мая, когда в «Заречный» приедут все участники соревнований. Торжественная церемония пройдет в 12 часов 30 минут в «Фоке-Лесной». Финальные матчи пройдут в воскресенье 18 мая. Не только баскетболисты соревнуются в честь дня рождения «Заречного». Сегодня во Дворце водного спорта стартовало первенство по художественной гимнастике. В традиционном турнире, посвященном Дню города, принимает участие более 50 воспитанниц отделения художественной гимнастики с «Дюшор Союз». На протяжении двух дней юные грации будут соревноваться за звание сильнейших гимнасток города. Выступают спортсменки как в личном зачете, так и в групповых упражнениях. Победители турнира будут награждены грамотами и памятными призами. По итогам соревнований будет также проведен отбор зареченских спортсменок в сборную Пензенской области. Мы прервемся на рекламу, а сразу после нее встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспрессбанке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспрессбанк. Колбасные изделия «Суворовский продукт» с зеленым листком. Специально для тех, кто заботится о своем здоровье, кто ценит качество и вкус. 14 мая в 20 часов. В прямом эфире «Диалог с городом». Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, закрытых городов и градообразующих отраслевых предприятий. Смотрите в понедельник и в среду в 20.00. Профилактика, диагностика и лечение различных заболеваний кожи и заболеваний, передающихся половым путем. Сдача всех видов анализов. Медицинская клиника здоровья. Телефон 652640. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юбилейные вклады с высокими ставками от Инвесторгбанка. Только до 30 июня каждому вкладчику зонт в подарок. Для пенсионеров дополнительные специальные условия. Подробности по телефону 8 800 245 45. АКБ Инвесторгбанк УАО. АКБ Инвесторгбанк УАО. Вы смотрите новости Заречного. Напоминаю, что в ближайшие дни на территории Пензенской области ожидается аномально жаркая погода. Велика вероятность возникновения пожаров в домах и на открытой местности. Только за майские праздники огонь уже уничтожил 9 домиков на садовых участках региона. Как не допустить беды? Об этом сегодня в прямом эфире мы побеседуем с нашим гостем. Старшим дознавателем отдела государственного пожарного надзора Антоном Питаевым. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер. Как в Заречном прошли майские праздники? Насколько все было спокойно? В Заречном майские праздники прошли относительно спокойно. 9 мая было зарегистрировано два возгорания. В одном случае в результате поджога была повреждена кровля над погребной постройкой. В одном из погребных кооперативов города Заречного. И второе возгорание произошло также в гаражном кооперативе. Прошло возгорание мусора. У нас по Пензенской области, когда наступает жаркое время, в летний период, устанавливают особый противопожарный режим. Насколько сейчас? Есть ли уже жесткие запреты или еще пока нет? Да, действительно. Ежегодно, как правило, перед началом майских праздников, на время установления сухой и засушливой погоды, устанавливается особый противопожарный режим. В настоящее время на территории Пензенской области и на территории города Заречного противопожарный режим еще не введен. Но, насколько нам известно, документы находятся на согласованиях в различных инстанциях. Кроме того, Управление гражданской защиты города Заречного для горожан выпустило рекомендации. Так, рекомендуется без необходимости не въезжать в леса на личном автотранспорте. Также запрещается оставлять в лесах мусор, бутылки, в общем, предметы, которые могут повлиять на возникновение пожара. Конкретных запретов на разведение костров, в связи с тем, что не установлен особый противопожарный режим, в настоящее время нет. Однако, хотелось бы отметить, что во время наступления летнего пожароопасного периода основной причиной возникновения лесных пожаров становится именно разведение открытого огня, то есть пал сухой травы, выжигание старых различных предметов, мусора и тому подобное. В связи с этим, Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России проведен анализ. На основании этого анализа разработан комплекс мероприятий. Во все органы Федерального государственного пожарного надзора направлены указания о проведении внеплановых проверок. Во-первых, эти внеплановые проверки коснутся организаций, которые граничат с лесными массивами. То есть проверяются режимные мероприятия, возведение минерализованных полос и тому подобное. То есть комплекс мероприятий, которые помогут защитить здания в случае возникновения лесного пожара. Что касается граждан, хотелось бы напомнить, что на территории города, то есть в городских поселениях, запрещается разведение открытого огня ближе 50 метров от зданий. На территории лесов, в время, когда не обстановлен особый противоположный режим, в принципе, разведение костров разрешено, но для этого должны быть выбраны специальные места. Ясно, спасибо большое. В общем, нужно быть осторожными в любом случае. Спасибо. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Заречный». Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Компания «Ремстрой» – один из лидеров по производству и установке высококачественных пластиковых окон. «Ремстрой» входит в 100 лучших товаров в России и награжден золотой медалью за качество. Производство и установка пластиковых окон, натяжных потолков, стальных и межкомнатных дверей, горизонтальных и вертикальных жалюзей, а также продажа и установка кондиционеров. Все это компания «Ремстрой». Ремстрой» Продолжение следует...